Продолжаем читать замечательную кавычках книгу Юлии Сысоевой «Записки Попади». Все тут прочитано, нужно воспринимать с критической точки зрения. Учитывая, что писала эта женщина, это раз. Во-вторых, которые совсем не знают, не уважают священное писание. Итак, заголовок. Дела меркантильные. Материальный вопрос. Стоят ли попы в метро с ящиками? В метро священники не стоят никогда. Все, кто там стоит с крестами и в рясах, стопроцентные самозванцы. Как известно, в больших городах это целый бизнес, контролируемый преступными группировками. И к церкви он никакого отношения не имеет. К этому бизнесу относятся и так называемые монахи, круглогодично подпирающие могучими спинами стены, например, Троицы Сергиевой Лавры, и собирающие деньги якобы на нужды дальних монастырей. Некоторые вообще воспринимают священника как хронического попрошайку. В связи с этим воспоминается забавный эпизод. Как-то на автобусной остановке к нам с супругом подошел мужик, деловито вытащил из кармана десятку, и стал ходить вокруг что-то разыскивая. Не найдя то, что искал, он, показывая нам десятку, спросил, «А куда кидать?» В ответ на наше удивление воскликнул, «Как? У вас должен быть ящик!» Почему некоторые считают, что в церкви должно быть все бесплатно? Полный абсурд. А чем должны кормить батюшки и свои многодетные семьи? Во что одевать и убывать детей? Платить за квартиру, школу, транспорт? За десятину. Я отвечаю. Какова же заработная плата современных священников, и существует ли она вообще? Зарплата существует, но крайне мизерная, не больше, чем у врачей и учителей. А если в семье много детей, и жена не работает, то уровень жизни может опуститься ниже, чем у любого учителя и врача. Один мой знакомый священник, который служит в известном московском многоштатном храме, где много священников, рассказывал, что его жена всегда без денег. В кошельке у нее бывает максимум 500 рублей, и на питание они тратят в месяц примерно 5000, и это по московским-то меркам. Единственное, что спасает от крайней нужды и нищеты, это добровольные пожертвования прихожан за требы, освящение квартир, машин, причащение больных. Эти деньги идут непосредственно по священнику, на его личные нужды. Если только прихожанин не оговаривает, что его пожертвование на храм, тогда оно действительно идет на храм. Утварь, облачение, стройку. В общем, чем больше треб, тем легче жить семье. Господи помилуй. На больших приходах финансами занимаются старосты. В светском понимании это кто-то вроде финансового директора. Есть священники, которые в финансовые дела даже не вникают. Другие же наоборот, дотошно контролируют своих старост. Староста на приходе достаточно независимая фигура. Официально староста выбирается приходским собранием. Зачастую старосту на приход назначают свыше, то есть из патриархии. Кстати, матушка не может быть старостой у мужа на приходе, дабы избежать своя честничества. Есть священники, настолько поглощенные служением, что зачастую забывают о собственной семье, живущей подчас на грани или за пределом бедности. В таковых семьях носят обноски с чужого плеча, перебиваются, как раньше говорили, с хлеба на квас. Одна матушка рассказывала, как ей приходилось бегать по соседям и занимать рубли до получки, а батюшка об этом даже и не знал. Более того, все деньги, полученные за требы, он тратил исключительно на нужды восстанавливающегося в храма, отдавая жене только официальную зарплату. Так что аргумент, что в церкви многое делается ради корысти, не имеет под собой основы. Этот стереотип укоренился в умах наших граждан после 12 стульев, где отец Федор оставляет службу, надевает светское платье и бросается в погоню за бриллиантами. Не стоит забывать, в какое время писалась книга Ильфа и Петрова и почему в ней описан именно такой православный священник. Конечно, церковь заполнена не одними святыми бескорыстцами, с нимбами и крыльями. Случаются и отцы Федоры, но, поверьте, на данный момент таковых действительно меньшинство. Большинство ее служителей думает только о духовном. А потом, зачем становиться священником в погоне за наживой, когда сейчас есть масса перспективных возможностей в бизнесе? Времена-то другие. А священники в условиях нового экономического порядка живут гораздо беднее, чем раньше. В советское время священнослужители действительно жили в материальном достатке. Церквей было мало, то, что было, не восстанавливалось, почти никогда не ремонтировалось, священников тоже было мало, а прихожан на один приход было гораздо больше, чем сейчас. Среди священства в то время было больше таких, которые рассматривали свое служение как ремесло. Ведь бизнеса в стране не было, а хорошо жить хотелось. Да и достойному пробиться в священники через кордон уполномоченных по делам религии было очень сложно. Сегодня особенно тяжело живется сельским батюшкам. Храм в разрухе, прихожане и пенсионеры, считающие копейки до пенсии. Надежда только на огород и пожертвование от спонсоров. В начале 90-х наша страна переживала период массового обращения к вере. Институт уполномоченных был упразднен, церковь освобождена. И, конечно же, в то время среди новообращенных, то есть среди неофитов, стало появляться много желающих принять сан. Как правило, это были представители интеллигенции богемы, различные деятели культуры, художники, научные сотрудники. Но поскольку эти люди не имели специального духовного образования, то рукоположиться в Москве или другом крупном городе для них было несколько затруднительно. Многие не желали оставаться в мегаполисе, а стремились в глушь и лесные дебри. Кто-то такую тенденцию называл модой. Может, это и мода, но скорее стремление особым образом послужить Христу. Такие люди рукополагались в далеких епархиях, где их с радостью принимали местные архиереи за неимением своих кандидатов. Получали полуразрушенные приходы в глухих деревнях, самоотверженно боролись с мерзостью, запустение, преодолевали бездорожье и неустроенность. С тех пор прошло не меньше десяти лет, изменились люди и времена. Меньше стало максимализма и экзальтации. Многие из уехавших так и остались там служить, но кто-то вернулся в родные шумные и пыльные города. На эту тему хочется рассказать одну историю. Конечно же имена, географические названия и некоторые биографические детали мне пришлось изменить. Когда-то еще в неофитской молодости пела я в церковном хоре. Была у нас в хоре девушка, Катя, которая очень переживала, что не получается найти жениха достойного. Когда у меня появился жених-семинарист, Катя восторгалась, что мой будущий муж станет священником, а я матушкой. Вскоре я вышла замуж, наши пути разошлись, мы больше не виделись. Через пару лет от общих знакомых я узнала, что Катерина вышла замуж, ее муж рукоположился. Правда, живут они теперь в жуткой глуши, восстанавливает полуразрушенный храм преображения Господня в селе Устинова. Когда-то это было большое торговое село на берегу сухо-судоходной реки. Теперь оно не столь большое и совсем не торговое, а река давно перестала быть судоходной. В советские времена по ней сплавляли лес, и дно ее теперь сплошь в топляках, делающих ее непригодной к проходу судов. Батюшке с матушкой достался храм в ужасном состоянии. Без крестов от куполов остались одни остовы с веселыми березками на крыше. Как мне рассказали, через несколько лет церковь было не узнать, поставили купола, кресты заблестели золотом. Конечно, работы по сей день очень много. Стены все еще в лесах, иконостас не готов. Катя познакомилась с Сергеем на своем московском приходе. Кате было 30 лет. Собственно, поэтому она переживала, что нет у нее жениха. А Сергея 35, когда они поженились. Оба москвичи, оба единственные дети у родителей. Почему Сергей выбрал путь священства, я не знаю. А в открытую спрашивать о таких вещах как-то не принято. Знаю одно, что в Москве работал научным сотрудником в каком-то НИИ. Параллельно алтарничал в том приходе, где познакомился со своей будущей супругой. Катя вообще никогда не предполагала, что жизнь сложится так, что придется жить в деревне, да еще в такой глухомане. Но от наших предположений или планов зачастую мало что зависит. Выросла Катя под постоянной усиленной опекой мамы, которая всю жизнь тряслась над единственной и очень болезненной дочерью. Опекать дочь для матери было чем-то вроде культа, доходившего до фанатизма, даже маразма. Катя до 30 лет, до самого своего замужества, посуду никогда не мыла, сахар в чай ей размешивала мама. А если мама забывала, то Катя и не догадывалась сделать это самостоятельно. Поэтому, когда Катя объявила, куда она собирается последовать со своим супругом, маму чуть инфаркт не схватил. По крайней мере, сценарий с тяжелой истерикой, скорой, обороком и капельницами был сыгран виртуозно. Но как только маме стало, в кавычках, легче, Катя с мужем уехала в намеченном направлении. К деревенской жизни оба были совершенно неприспособлены. Отец Сергий с трудом представлял, как держать топор, а для Кати топка русской печи по сложности была равносильна управлению космическим аппаратом. Пару лет назад наши московские прихожане подарили батюшке Сергию поддержанный, но вполне добротный жигуль. Узнали, как батюшка мотается по приходу радиусом в 10 километров. Собрались и сделали доброе дело. Слышал я историю, как однажды, зимой отца Сергия чуть было не загрызли волки. Дело было так. Возвращался он поздно вечером с требы, прищащал умирающую старушку. Самая распространенная треба для сельского священника. На таких приходах в основном старики, наживающие свой век, дети и внуки, которых давно перебрались, если не в областной центр, то хотя бы в районный. Вот стоял наш батюшка после требы на автобусной остановке. Она была не в деревне, а среди леса. Ждал последнего автобуса, переминаясь ноги на ногу. Мороз в тот вечер был особенно трескучий, и все крепчал, казалось, каждой минутой. Луна освещала бледным светом изгиб дороги и верхушки мрачных елей. А дальше все, как в фильме ужасов, луна и жуткий вой вожака в голодной стае. Батюшка спасся на крыше автобусной остановки, которую в один миг окружила голодная свора, злобно щелкая зубами. Стая исчезла так же быстро, как и появилась, едва услышала звук приближающегося автобуса. Самым трудным для молодоженов был первый год жизни в деревне, особенно первая зимовка. Сейчас они воспоминают эти времена с улыбкой, а тогда в промерзшей избе было вовсе не до смеха. Отец Сергий говорит, что чувствовали они себя робинзонами на небитаемом острове. Была одна мысль выжить. Приехали они в Устиного в конце августа, как раз на престольный праздник своего храма. Местная администрация выделила им дом, в котором, правда, лет 10 никто не жил, а если и жили, то только летом приезжающие на практику студентки сельхозакадемии, да еще какие-то ботаники. Но дом с виду был очень крепкий и добротный, поэтому незадачливым москвичам в голову не приходило, что хорошо бы печь проверить да стены проконопатить. Отец Сергий бросился маломальски приводить церковь в порядок. За осень поставили двери, окна затянули полиэтиленом, выгребли два грузовика культурного слоя. Под культурным слоем обнаружился вполне прилично сохранившийся плиточный пол. Так, за церковными хлопотами незаметно подкатила промозглая осень с затяжными дождями и порывистыми ветрами. Вот тут молодая семья с ужасом обнаружила, что печь в доме не столько дает тепло, сколько дымит, а ветер нагло дует миг вынес неутешительный вердикт. Поздно печь перекладывать, придется ждать до весны и развел руками. Наступила первая кошмарная зима. Было ощущение, что мы попали на северный полюс. В доме холод, в храме холод, воспоминала матушка Катя. От печного дыма ела глаза, перешила в горле и текли слезы. Спали в пальто и валенках. Вода в ведрах к утру замерзала почти полностью, а температура в доме при самой активной топке не поднималась выше 10 градусов. Безумно хотелось хоть раз нормально поспать в постели, просто без пальто и обуви. Тогда мы научились ценить такие простые вещи, которых просто не замечали в обыденной жизни. Но самым тяжелым был даже не холод, а полное одиночество и отсутствие какой бы то ни было помощи или поддержки со стороны жителей. Храм стоял пустой, служили вдвоем, даже любопытные почти не заглядывали. Отец Сергий прерывал службу, чтобы погреть руки над железной буржуйкой, осипшие голоса и постоянная простуда, все, что было. Если бы не денежные переводы от родителей, то может быть с голоду бы в тот год загнулись. Катина мама на дочь тогда очень обиделась, мол, как она с матерью могла так поступить. И впервые приехала погостить через два года после рождения первой внучки. Конечно, была вера, но об этом специально никто не говорит. Теперь, конечно, жизнь наладилась, храм восстанавливается, появились прихожане, дом отремонтировали, троих детей родили, бабушки из Москвы на лето приезжают с внуками нянчиться. Правда, хозяйством Катя так и не обзавелась. Огород ей из жалости прихожанки сажают. Она про себя смеется, говорит, увидела однажды рекламу по телевизору, как там дочка у мамы по телефону спрашивала, каким концом лук сажать. Так это про меня. Я никак не могла понять, что же могло в их жизни произойти, что они решились вот так вдруг неожиданно для всех окружающих порвать с привычным образом жизни. С друзьями, с Москвой оставить все и уехать в лугую деревню. В деревню, с которой они раньше никак не были связаны, которая казалась решения. Я думала, что они вот так до конца своих дней проживут там, вместе состарятся, умрут и будут похоронены там же рядом с церковью, но я ошиблась. Год назад я узнала, что они вернулись в Москву и назад больше не собирается. Я позвонила матушке Кате, надеясь между делом узнать о причинах их столь внезапного возвращения, но мне явно не собирались говорить всего. Матушка сказала, что старшая дочь в этом году пошла в школу, а в деревне образования никакое, школа там не школа, а жалкий ликбез и так далее и тому подобное. Владыка отца Сергия отпустил кавычках домой, а на его вместо прислал молодого, только что закончившего Костромскую семинарию священника с такой же молодой матюшкой. Они из местных молодые энергичные добавила матушка Катя к деревне им не привыкать, да и храмы почти отстроили и дом. Наверное просто отец Сергий с матушкой Катей за все эти годы так и не смогли прижиться, как не может прижиться растение пересаженное из чужой земли. Хороший доход имеют настоятели больших богатых храмов. По доходности настоятеля такого храма можно сравнить с бизнесменом в средней руки, то есть на евроремонт в квартире хорошую иномарку, дачу и регулярные поездки семьи в Турцию хватит вполне. У рядовых священников, в том числе и священников тех же богатых храмов и настоятелей бедных храмов достаток средний, если не низкий, а таких на сегодняшний день большинство. В богатом храме рядовой священник сидит на обычной зарплате, которая потрясает убожеством, жалование штатных священнослужителей определяет приходское собрание сообразно с ежемесячными доходами храма. Собранием руководит староста или сам настоятель, а поскольку финансовый директор в храме староста, то последний себя не обижает. Как говорится первым делом самолеты, ну а священники потом. Но такая ситуация возможна только в богатых храмах, в которых староста и настоятель не бедствуют. Надо помнить, что священник особенно некуда. Светский человек, еще раз повторимся, если его не устраивает уровень заработной платы или отношений с начальством, может поменять работу. Священнику поменять приход самостоятельно невозможно. В крайнем случае батюшка имеет право пожаловаться своему архиерею, но и это не всегда помогает. Архиерей может сказать терпи, смиряйся и все тут. Да и не принято проситься на более выгодный приход по материальным соображениям. Священник служит не ради того, чтобы кормить семью. Хочешь кормить семью, иди на работу, а не в священнике. У нас был знакомый диакон, который имел неосторожность попросить своего архиерея о рукоположении в священнике, так как диаконского жалования ему не хватает на содержание семьи. Что из этого получилось, нетрудно догадаться. Священства он после этого так и не дождался. Вот и вся мораль. Но основной статьей расходов всех современных храмов в первую очередь являются отнюдь не зарплаты священнослужителям и работникам, а коммунальные платежи. Электроэнергия для современного прихода стоит столько же, сколько и для коммерческой организации. Если подсчитать средний доход среднего, небогатого московского храма, то коммунальные платежи занимают больше половины всех доходов вместе взятых. Тут уже не до жиру. Например, если среднемесячный доход в храме составляет 50 тысяч рублей, то коммуналка обходится в 36 тысяч. А еще зарплату нужно платить бухгалтеру, сторожам, певчим, уборщицам и прочему рабочему люду, который тоже почему-то хочет свои деньги и свои семьи кормить. Кроме зарплаты и коммунальных платежей существуют и бытовые расходы, как в любом хозяйстве. А могут ли священники работать на светской работе или заниматься бизнесом? В России это не принято и не соответствует церковным правилам. А учитывая круглосуточную занятость, священнику работать просто нереально. В России батюшки заняты служением практически круглосуточно, в отличие от священников зарубежной церкви. Почему? Так сложилось. Наверное, наша страна все еще остается православной, хотя в это уже верится с трудом. Священника, вдруг дерзнувшего заняться бизнесом, могут вызвать на ковер к его правящему архиерею и поставить перед выбором либо бизнес, либо священный сан. Наказать могут серьезно, поэтому открыто священники бизнесом не рискуют заниматься. Да, если честно, редко кто им занимается. Мне рассказывали про одного краснодарского батюшку, который держал несколько колбасных ларьков на Черноморском побережье. Так, он так увлекся этим делом, что службы приход совсем запустил. Наконец об этом узнал его архиерей и быстренько отправил его под запрет. Иногда священникам все же приходится подрабатывать, но это в том случае, когда приход настолько мал, что не в состоянии прокормить своего пастыря. Священники достаточно часто имеют еще и мирские профессии. Выстречаются программисты, врачи, преподаватели, переводчики, зная батюшку, который служит в маленькой глухой деревне. Приход настолько беден, что настоятель сам содержит его за счет того, что параллельно работает в проектно-архитектурной организации. Но подобные отступления от правил делаются опять же из согласия правящего архиереи. Бывает, что жене священника приходится самой содержать семью, все по тем же вычеперечисленным причинам. За рубежом в русско-православной церкви, наоборот, священники вынуждены работать на светской работе, чтобы прокормить семья и в каких же поместных церквах дело обстоит иначе. Во-первых, тамошние прихожане не содержат священника, так как он воспринимается равным. Здесь есть некое влияние протестантизма, ведь протестанты священство вообще не признают. С пастырями прихожане обращаются на равных, а коли он такой же, как и все остальные прихожане, то почему приход обязан его кормить? У нас к священникам иное отношение. В России все же сохранено почитание священства, как особого благословенного дара, который не каждому дается. Диаконским семьям живется еще труднее, чем священническим. Если священник имеет требы, то диакон их не имеет, да и зарплата у диакона ниже, чем у любого священника. По этой причине иногда встречаются работающие диаконы с тех приходов, где богослужения совершаются по выходным и большим праздникам. Священоначали на таких поработающих диаконов обычно смотрят с пониманием. Заголовок батюшка на личном авто. Агрессивно настроенные против церкви граждане считают священников ханжами, откровенно думая, что церковь проповедует абсолютное нестяжание. Мол, ходить надо в рубящие лаптях, а жить в коробке из-под телевизора. А ужиметь личный автомобиль это просто криминал, все равно, что торговля наркотиками и оружием. Церковь никогда подобный пред не проповедовала. Вопрос в отношении к материальным ценностям, а не в их наличии. Никому не запрещено иметь приличную машину или хороший дом, или несколько приличных машин, или несколько приличных домов. Но целью жизни это не должно становиться, ни при каких обстоятельствах. Привязываться душой к этому нельзя. Как говорил царь Давид, а он был далеко не бедный человек, по нашим меркам просто олигарх, богатство аще течет, не прилепляйтесь сердцем. Итак, поскольку многие считают, что церковь проповедует нестяжание, то видя священника на автомобиле, очень любят бросить в его адрес пару обличительных фраз, типа «Что это вы, батюшка, на машине ездите? Не положено по религии-то?» Или еще, глядя на задрипанные жигули, «Разъездились тут попы на мерседесах». Кстати, о мерседесах. Помните знаменитый фильм с советского времени «Берегись автомобиля»?» Главный герой картины Юрий Деточкин очень любил угонять элитные по тем временам автомобили «Волга». Ну, это было, кажется, в конце 60-х. А теперь представьте, точно такой автомобиль, доживший до начала 2000-х. Представили? Итак, камера режиссера переносится в 2001 год на оживленный московский магистраль, именуемый Варшавское шоссе. На обочине мигаеварийкой стоит несчастная 21-я «Волга», из-под открытого капота которой, как из прорвавшей тепломагистрали, густо валит пар, а рядом прыгает батюшка с матушкой, пытаясь охладить пылкий нрав не на шутку разгоряченного двигателя. Абсолютно достоверный случай жизни, который я имела удачу созерцать, проезжая на машине по Варшавке. Вот вам и Мерседесы, а говорят, попы только на новых иномарках ездят. В очередной раз приходишь к выводу, что зависти нашему народу не занимать. А уж попаблищить стяжание лицемерии святое дело, надо же вывести на чистую воду торговца опиумом для народа. Однако для священника, как и для многих, автомобиль это прежде всего средство передвижения, а зачастую просто жизненно необходимое средство передвижения. Священнику постоянно приходится ездить по требам. Представляете, если на селе приход состоит из нескольких мелких деревень, стоящих друг от друга в нескольких десятках километров и не связанных между собой каким-либо сносным автобусным сообщением. Как передвигаться по такому приходу? Один батюшка жил в такой глуши, где по приходу можно было перемещаться только на трех видах транспорта. Это военный Урал, трактор Беларусь и народный УАЗ. Из этих трех видов батюшка выбрал скромный УАЗик. Так, до местного архиерея, находящегося в 500 километрах от батюшкиного прихода, поползли слухи, что батюшка где хорошо зажил, на джипе разъезжает. Когда же архиерей удостоил этого батюшка своим посещением, то они вместе посмеялись, глядя на батюшкин джип, похожий на спортивного мустанга из гонок на выживание. А еще больше посмеялись, когда батюшка рассказал, как однажды к ним пожаловали на импортных уазиках, в народе называемых джип-широкий. Но джип-широкий сел по брюхотам, где наша народная техника легко проходит. Пришлось местному трактористу их выручать за ящик водки. Еще случай с селеской поповской жизни. Купил один батюшка девятку, старую и гнилую, но очень дешево. Денег на нормальную машину не было, а ездить надо. Проездила эта девятка сколько-то километров и сдохла. Привез мастеру. Кто вскрывает мотор и достает? Что бы вы думали? Деревянные поршни. Оказывается, местные умельцы убитой машине провели профессиональную предпродажную подготовку, выточив на токарном станке деревянные поршни. Удивительно, что машина с ними даже поездила. Да, они перевелись еще на Руси мастера золотые руки. В городе машина тоже необходима. Взять, к примеру, московский микрорайон Ясенева, в котором у священника может быть в один день в разных концах. Не очень-то пешком находишься или на автобусе наездишься. У участкового врача участок гораздо более плотно упакован. Если машина духовному лицу необходима по долгу службы, скажем так, почему же он не может иметь собственный транспорт просто как человек? Разве церковь запрещает передвигаться на машине? Другие на дачу ездят как на работу. За покупками детей в школу отвозят. Почему, если священник имеет машину, то это лучший повод перемыть ему кости? Многие священники, боясь пересудов и осуждения, сознательно не приобретают иномарки, довольствуясь продукцией нашего отечественного автопрома. В некоторых епархиях архиереи запрещают священникам приобретать иномарки, даже старые потрепанные, дабы людей не соблазнять. Но машина для священника таит в себе и другую опасность. В всякий раз, садясь за руль, батюшка рискует лишиться сана, если собьет человека на смерть, или если, будучи за рулем, попадет в аварию и у него в машине погибнут люди. И не важно, по чьей вине эта авария произошла. И вот почему. По церковным канонам, священник, совершивший невольное убийство, извергается из сана. Конечно, любой водитель в данной ситуации может угодить за решетку, но если он виноват, конечно. Это очень тяжелая тема. Любой нормальный человек, даже если он трижды невиновен, будет тяжело переживать такую трагедию. В отличие от светского закона, церковные законы иные. Священник, сбивший человека, кроме личной трагедии, вне зависимости от своей вины, еще и понесет строжайшее церковное наказание. Придется рассказать несколько грустных историй. Был случай, когда батюшка вез прихожан. Навстречу выскочил пьяный водитель. Столкновений избежать не удалось. В результате один из прихожан погиб. Батюшка остался жив, хотя очень сильно покалечился. Епископ не стал лишать его сана, но под запрет, учитывая массу смягчающих обстоятельств, все же отправил. Еще один наш знакомый попал в аварию. Один человек в другой машине погиб. Сам же священник долгое время был в коме, еле выкарабкался. Ему тоже на некоторое время запретили служить. Потом запрет сняли. Он служил, но опять попал в аварию и погиб, оставив жену с тремя детьми. Один священник в Кольской епархии ночью в ненастную погоду сбил пьяного, внезапно выскочившего из-за припаркованного грузовика. С юридической точки зрения водитель был абсолютно невиновен, так как пьяный пешеход переходил дорогу в запрещенном месте и так далее. Но церковный суд был иным. Священника лишили сана. Епископ в данном случае поступил строго по канонам. Стоит сказать, что запрет в служении это временное меронаказание, причем священник остается священником, он просто не имеет права служить, а извержение сана это навсегда. Второй раз стать священником естественно невозможно. Хочется все же сказать, что большинство священников боятся потерять сан больше смерти, хотя за руль садятся сегодня почти все, наверное, надеясь на милость Божию. В связи с этим на одном московском епархиальном собрании владыки даже уговаривали батюшек за руль сажать своих матушек, но это предложение было воспринято без особого энтузиазма. Спасибо. Спасибо. Спасибо.